Эту дорогу вряд ли можно назвать экстремальной, тем более, когда жители деревни Романовка каждый день наматывают по ней десятки километров. Но то, что произошло с семьей Богдановых на пути, уже не назовешь отсутствием бдительности. Скорее, это наличие чужой халатности. 41-й километр трассы Чита-Романовка. Автомобиль семьи Богдановых двигался в сторону центра примерно со скоростью 60 км в час. Удивительно, на трассе идут ремонтные работы, а по периметру ни одного дорожного знака. Автомобиль марки «Хонда Партнер» попадает двумя правыми колесами в дорожную яму почти 50 сантиметров. Машину выносит на обочину и переворачивает пять раз. К счастью, на место происшествия оперативно прибыли скорая помощь и сотрудники госавтоинспекции. Муж Татьяны Богдановой в буквальном смысле. Одной рукой спасал жену, другой фиксировал ДТП на фотокамеру, понимая, потом ничего не докажешь. Я получила травмы, как характеризующие средней степени тяжести. То есть у меня была разбита голова, полностью у меня больше 40 швов наложено. Было отрезано ухо. Значит, руки у меня на данный момент сейчас поднимаются только вот так. Два месяца наша героиня пролежала в больнице, но настоящие испытания ее семью ждали впереди. Казалось бы, вина дорожного предприятия была доказана на фото и в протоколе, но... Сначала мы искали ту организацию, которая делала ремонт дороги. Выяснили, что Читинавтодор на то время называлась дорога, организация, которая вела ремонтные работы. Они выполняли, были подрядчиками, выполняли этот заказ. Мы обратились, подали исковое заявление в центральный суд, нам отказали, мы дальше подали в краевой суд. А в краевом суде какой результат был? В краевом суде результат пока 130 тысяч в нашу пользу. Семья Богдановых отсудила 137 тысяч рублей. Эта сумма даже не окупила затраты на лекарства. 360-380 тысяч мы потратили на лечение. Еще предстоит опираться дорогостоящие. Суд признал вину автомобильных дорог за Байкали. По правилам, после поворота с главной дороги скоростное ограничение недействительно. Но руководство предприятия до сих пор не согласны с правовой оценкой. Со слов одной из сотрудниц на наличие дополнительных дорожных знаков, у них нет денег, а из кармана платить никто не собирается. Сейчас Богдановы обратились к новым искам. У их адвоката есть более серьезные аргументы. В первую очередь необходимо правильно и грамотно оформить первичные документы, которыми является объяснение водителей, схема ДТП. Ну и естественно на месте ДТП необходимо проводить панорамную съемку. То есть сначала выйти на один участок дороги, с другой стороны отфотографировать и каждый в мельчайшей подробности все отфотографировать. Их необходимо занести на схему ДТП. Это делают сотрудники ГАИ, которые уезжают на место происшествия или столкновения. И в том числе необходимо каждую яму замерить. Что касается предприятия, ямы на трассе Читаромановка сейчас частично залатали. Но вот с выплатой компенсации пока их руководство не торопится. Александр Куршев, Сергей Рычков, Евгений Погорелый. Время новостей.